Всем привет! С вами вновь Анастасия Пёсик, и мы продолжаем серию видеоуроков для подготовки к русскому языку, к ЕГЭ по русскому языку, а также к итоговому сочинению. В этом видео я хочу обратиться к будущим одиннадцатиклассникам. Как провести лето с пользой, чтобы не потерять драгоценное время. Поехали! Итак, лето уже в самом разгаре, вы уже немножечко отдохнули, пора приниматься за учёбу. Как мы помним, с сентября по декабрь у нас в приоритете, конечно же, подготовка к итоговому сочинению. Что такое итоговое сочинение, я сниму более подробное видео. Если вы ещё об этом не знаете, то как раз узнаете из следующих моих видео. Но в этом видео я хочу рассказать, как можно подготовиться продуктивно за два месяца оставшихся каникул. Во-первых, нужно прочитать книги, потому что мы знаем, что в итоговом сочинении нужно привести обязательно аргумент из литературы. Не из жизни, не из истории, а из литературы один-два и больше аргументов нужно привести из книг. Следовательно, нужно читать книги. Я не рекомендую вам обращаться в своём сочинении к произведениям школьной программы. Почему? Потому что учитель их знает наизусть. А вот вы правильно поняли сюжет или неправильно поняли сюжет, чуть-чуть вы ошибётесь, и всё у вас будет общий незачёт. Кроме того, произведения школьной литературы, несмотря на то, что это классические произведения величайших русских писателей, но они уже, эти произведения заряжены для вас таким негативным оттенком, потому что их читать нужно. Я же предлагаю книги из собственного списка, которые то, что прочитал их учитель, может быть, и да, но то, что он знает их наизусть, это точно нет. Поэтому, если вот вы где-то ошибётесь в названии, ну, в названии, ладно, ещё грубая действительно ошибка, это можно загуглить. Допустим, вы ошибётесь где-то в сюжете или в неправильной трактовке своего мнения по этому произведению, то вам ничего не будет, потому что учитель не знает наизусть это произведение так, как он знает и прекрасно ориентируется в произведении из школьной программы. А кроме того, эти произведения, список которых я сейчас с удовольствием вам приведу, они редкие, они непопулярные, но, тем не менее, они очень интересные. Как мы знаем, в итоговом сочинении можно приводить произведения и русской, и зарубежной литературы. И поэтому первый роман, который я хотела бы вам порекомендовать, это, конечно, один из моих любимых романов Джон Фаулс «Коллекционер». Итак, топ книг номер один. Джон Фаулс «Роман-коллекционер». Несмотря на то, что громкое слово «роман», он на самом деле книга небольшая. Вот здесь у меня книжечка формата А5. Продается свободно, можно скачать даже в интернете. Очень интересное произведение, очень интересное произведение. Я его прям советую с года в год, и в каком-то видео мне прокомментировали учителя, как вы смеете такое произведение рекламировать, если там про маньяка, который похитил девушку. Во-первых, здесь ничего такого нет, типа это произведение 18+. Здесь нет ничего такого, что вы бы не знали. Здесь нет каких-то грубых сцен насилия, нет крови, нет расчленёнки, ничего подобного нет. Это прекрасный роман, и я считаю, что психологически вы сможете его воспринять. Знаете, вот небольшое отступление. Просто в школьную программу не так давно включили произведение романа Эпопея Михаила Шолохова «Тихий дон». Вот там сколько негатива. Вот это я бы вообще не рекомендую. Это даже не 21+. Там вообще просто ужасные есть сцены, действительно кошмарные. А вот здесь такого нет. Да, здесь главный герой психопат, маньяк, который влюбился в девушку и не нашёл ничего лучше, как похитить её, держать у себя дома в подвале и ждать, пока она поймёт, какой он прекрасный, полюбит его, и тогда они будут всегда вместе счастливы. Я надеюсь, что я немножечко вам приоткрыла завесу тайны. Все, кто читает этот роман, все, кто читает этот роман, все абсолютно в восхищении, и я не знаю ни одного человека, который остался бы равнодушным. То есть книги, которые я советую, действительно интересные. Дальше я буду приводить так, потому что этих книг у меня, если есть, то их нужно искать, я сейчас не хочу. Итак, вот коллекционер Джон Фаус. Дальше обратимся к русской литературе. Если вы не любите прям много-много читать, потому что здесь, ну сколько здесь страниц маленькие, а пятый формат, ну около 300 страниц, но они читаются на одном дыхании. Вот девочка у меня есть, она даже прочитала за два вечера книгу. Дальше. Русская литература. Обратимся к русской литературе. Леонид Андреев – прекрасный новеллист. Я его очень люблю. Я рекомендую у Леонида Андреева прочитать два рассказа. «Гостиниц» страниц 10 и «Ангелочек» страниц 20. Это очень небольшие произведения, но в них как раз очень много проблем поднимается. Несмотря на то, что мы не знаем, какие еще направления, обычно их к первому сентября как раз публикует сайт ФИПИ. Но пока мы не знаем, мы можем лишь подготовиться. Но, как правило, вот этот список, который я рекомендую, как правило, он подходит. Потому что здесь на страницах этих книг поднимается очень, поднимается очень много всяких разных тем. Актуальных, неактуальных, и поэтому они подходят под направления. Итак, Леонид Андреев, два маленьких рассказа. «Ангелочек» и «Гостиниц». Прекрасные рассказы. И небольшие. Дальше. Книга, которая была вот в этом учебном году, который вот закончился, да, у нас сейчас, просто топом. Она подходила под все пять направлений. Это повесть Василия Быкова «Журавлиный крик». Около ста страниц. Семьдесят где-то сто страниц. «Журавлиный крик», Василий Быков. Вот такое произведение. Это про войну, там о войне. Но там описано всего несколько часов и очень мало героев. И каждый из героев представлен со своей собственной историей. А там просто сцена одного, ну, перед боем и потом сам непосредственно бой. Как раскрываются характеры шести бойцов. Очень интересно. Точно скучно не будет. Точно учительница Ваша, скорее всего, не читала это произведение. Эти вообще не популярны. Дальше. Следующее произведение. Раз мы подошли к теме войны, то такое более-менее популярное. Но от этого не… От этого все равно интересное. Михаил Шолохов. Вот про Тихий Дон я говорила. Не читайте его. Не читайте вообще никогда. Вот будете взрослыми, тогда сможете прочитать. Но Михаил Шолохов «Судьба человека». Некоторые учителя это произведение берут для школьной программы. Но далеко не все. Произведение интересное. Есть прекрасная экранизация Сергея Бондарчука. Он там и снялся в главной роли, и он же выступил режиссёром. Посмотрите, если вам лень читать, вы можете просто посмотреть, потому что там вот прям по книге снято. Вот. Владимир Железняков «Повесть Чучела». Замечательное произведение. Одно из моих любимых. Читается очень легко. Подходит под очень многие направления. Повторюсь, направления нам пока неизвестны. Они будут к началу сентября, к началу учебного года. Но пока их нет. Но в этом произведении действительно поднимается очень много всяких разных тем. И может это всё подойти. Итак, «Чучела». Владимир Железняков. Тоже есть фильм с маленькой Кристиной Арбакайте в главной роли. Можете прочитать и посмотреть. Вот у меня дети сначала читают, потом они смотрят. Следующее произведение уже вот это вот прямо обязательные такие произведения, которые я прямо настоятельно рекомендую прочитать. Следующее произведение такое уже будет факультативное. Дорогая Елена Сергеевна. Повесть. Она небольшая. Но она очень интересная. Тоже показана всего лишь одна ночь. Тоже есть очень хорошая экранизация. Фильм есть. Очень хороший. Дальше. Борис Васильев «Завтра была война». Там не о войне, там о событиях, предшествовавших войне. Про выпускников, про... Ну, раньше был последний класс десятый. Про десятиклассников как раз, которые заканчивают школу. И почему такое название «До завтра» и «Была», как бы «Будущее завтра» и «Была». Потому что там одна из главных героинь сказала, это просто год високосный такой. А вот следующий год будет точно хорошим. Завтра будет лучше. А завтра была война. Они только выпустились из школы, и у них не было никакого будущего, потому что настала война. И прочитайте, очень интересно. Это ваши ровесники. Они решают такие же проблемы, которые возникают и у вас. У них там проблемы в коллективе, с учительницей. Между собой там и любовь, и разлука, и взаимоотношения с родителями показаны. Разные семьи. Это тоже нам нужно, потому что если будет направление какое-то о семье или о взаимоотношении между поколениями, это тоже нам пригодится. Это такой небольшой список книг, которые я рекомендую вам прочитать к итоговому сочинению. И если вы прочитаете их за лето, то будет прекрасно. В сентябре, в конце августа я открою запись на марафон по итоговому сочинению. И приходите ко мне на марафон. Он будет обновленный. Марафоны я провожу уже, вот будет четвертый год, как я готовлю ребят. Отзывы о моих марафонах есть. У меня в инстаграме, вот в актуальных таких кругляшках, stories, там есть очень много отзывов. Один, два, три, четыре. Результаты реального ЕГЭ. Все это смотрите. Также я хочу вас пригласить в свой книжный клуб. Я веду книжный клуб. Там есть записи встреч. И независимо от того, когда вы вступаете в книжный клуб, вам открываются абсолютно все записи встреч. Там есть и книги, и записи встреч. Приходите. Клуб летом, ну, пока он закрылся, но я его все равно возобновлю, когда немножечко освобожусь со своими делами, разгребусь. То есть мы там тоже читаем и не просто читаем, а анализируем произведение. Доступ в клуб тысяча рублей. Первоначал... Единовременный взнос. Больше никаких поборов, ничего нет. То есть вы платите и участвуете. Я надеюсь, что я буду его вести долгие годы. И повторюсь, что сразу вам проходит доступ ко всем занятиям, которые у нас прошли. Итак, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить важные новые видео, которые я буду снимать, начиная с сентября. Выйдет новая демо-версия по русскому языку, и я начну снимать новые видео. А с вами была Анастасия Пёсик. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok